Девушки отдыхают Девушки отдыхают В красном углу ринга представители традиционной медицины Виктор Бритко, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Крыма Николай Деркач, заместитель министра здравоохранения Республики Крым Марина Шаренко, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Республики Крым В синем углу ринга сторонники альтернативных методов лечения Владимир Проскура, знакарь, гостоправ, биоэнерготерапевт Савитри, ясновидящая, целитель Первый раунд Итак, правила первого раунда Задача участников двух команд, отвечая на мой вопрос Максимально коротко и ясно разъяснить свою позицию по теме На это каждому из вас дается по 30 секунд В споры не вступать, для этого будет отдельный раунд В ринге запрещено использовать нецензурную лексику и физический контакт Все, что не запрещено, разрешено Но я не советую вам отклоняться от темы, нарушать регламенты и без причины переходить на личности За ходом поединка будут следить я и судейская коллегия Юлия Антонцева, руководитель пресс-службы КФУ имени Вернадского Андрей Шарков, президент Федерации Армспорта Крыма И секретарь судейской коллегии, редактор телеканала Крым-24 Дмитрий Михайлов Все нарушения учитываются при вынесении итогового решения Мы работаем в прямом эфире Я должна сказать, что команда нетрадиционной медицины сегодня у нас в меньшинстве Мариам Танканук, провидица и маг Видимо, обладает еще одним чудесным свойством или способностью исчезать К нам на эфир она так и не доехала Магия, штука тонкая, а может что-то предвидела Итак, вы готовы? Мы начинаем в ринге все решения Принимаю я Кому выступать первым? Медиком или народным целителем? Первыми будут выступать народные целители У каждого из вашей команды есть 30 секунд, чтобы ответить на мой следующий вопрос Почему, на ваш взгляд, официальная медицина до сих пор не признает таких специалистов, как вы И называют вас шарлатанами? Я лично считаю, что Зная, допустим, историю по кастоправству Касьяна Его тоже долго-долго не признавали Потом оказалось, что Ни один космонавт без его подписи не улетал в космос Кобзон, покойный кум И все такое прочее, понимаете? И он был признан всемирно, занесен в книгу рекордов Гиннесса 1200 пациентов в сутки После чего мой преподаватель Спасибо, ваше время стекло Мое мнение, что люди, которые отучились очень большое время Это более 10 лет, интернатура Просто сложно признать тот факт, что Это идет от призвания, все-таки А не от обучения И им, поэтому, наверное, сложно Принять народную нашу медицину Спасибо, вопрос команде медиков Вы все время говорите о прогрессе медицины О новом оборудовании, новых операциях Почему же тогда к шаманам, гадалкам выстраиваются просто очереди? Люди вам не доверяют? Конечно В Российской Федерации 200 тысяч врачей 800 тысяч, подчеркиваю, кто нас слушает 800 тысяч знахари Более 800 тысяч Более 800 Знахари, колдуны, ведьмы, провидцы Мануальные терапевты И как они подают, особенно летом на наших курортах Международного класса Поэтому, я думаю, дискуссия будет у нас острой Доказательной, показательной И любая услуга, которая сопряжена со здоровьем человека Первая, должна быть доказательна И вторая, прогнозируема И когда человек это понимает Спасибо, Николай Да, ну, мы живем в современном обществе В 21 веке И я считаю, что в современном обществе нет места предрассудкам Любая медицина должна быть доказательна Любое средство, применяемое Будь то диагностика, метод лечения, либо лекарство Должно базироваться на принципах доказательной медицины У нас 4 уровня доказательной медицины И все, что, почему обращаются люди к шаманам Потому что, первое, это, конечно же, образование человека То есть, чем ниже образование в обществе, тем чаще обращаются к подобным целителям Чем ниже социальный статус в обществе, чем ниже доход населения Если люди не могут себе это позвольте, не обращаются Марина, вам слово Я думаю, что обращаются к традиционным, нетрадиционным Из-за того, что не всегда внутренняя удовлетворенность Оказание медицинской помощи совпадает с тем результатом, который видит доктор И, может быть, не всегда видит пациента Спасибо Итак, теперь слово судим Юлия, чьи аргументы были сильнее в первом раунде? На мой взгляд, в этом раунде были убедительнее врачи Вероятно, может быть, потому что их трое Но мне кажется, что и речь, и аргументы более убедительны Андрей, кто ваш фаворит? Вы беспристрастны? Я абсолютно беспристрастен Но, вы знаете, в этом раунде мне было неинтересно и скучно Полная ничья, бой не велся Все оправдывались, просто оправдывались и те, и другие Пусть атакуют, пусть рассказывают и говорят Мы хотим слушать Спасибо Владимир, скажите, когда вы последний раз болели и обращались к врачам? Я вам скажу честно 10 лет назад у меня был инсульт Но я его перенес на ногах сам Я к врачам не обращался Никогда в жизни? Нет, обращался, конечно С томатологом, которых очень сильно боюсь Спасибо Савитария, скажите, вы можете предсказать, кто сегодня победил? Сейчас мы все знаем Я думаю, что здесь ничья, наверное, будет Почему вы так не уверены в себе? А, да нет, я-то уверена в себе Просто я над другим вопросом почему-то думала, что меня насчет здоровья спросят Спасибо Вы нарколог, расскажите, ваши соперники не похожи на будущих пациентов? Пока нет Не думаете, что они, возможно, употребляют что-то? Не видно Спасибо Судьи говорят, что скучно Будете атаковать? Ну, конечно же Мы за правду Правда должна победить Владимир, всегда боретесь с лжецелителями Чем будете сегодня их пугать? Я фактами И законодательством Российской Федерации Спасибо Итак, судьи сделали свой выбор по результатам первого раунда В этом раунде Счет 1-0 В пользу медиков Раздельным решением судей Второй раунд Глухая защита Правила второго раунда Я задаю вопросы Каждому из вас по очереди Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужным Итак, поехали Виктор, вы практически всю жизнь посвятили борьбе со лжецелителями Насколько я знаю Но в то же время вы работаете в ВУЗе Который еще буквально 3 года назад выпускал специалистов с дипломами Врач нетрадиционной медицины Их было выпущено полторы тысячи дипломированных знахарей Получается, если невозможно победить зло, нужно его подглавить? Да, профессия была нетрадиционной медицины В медицинской академии обучали, правильно обозначили И целители, была такая категория Целитель, который должен работать с врачом Он должен иметь лицензию, спецразрешение И таких в Крыму у нас было всего лишь 4 человека в 2013 году А в Украине их 424 человека, которые отчитывались В Российской Федерации нетрадиционной медицины Что с остальными? Всего 4 человека? В Крыму, да, а 424 в Украине В Украине, на всю Украину 424 А у нас было 4 человека У нас в Российской Федерации нетрадиционной медицины Как таковой направления нет Есть врач восстановительной терапии Восстановительные методы лечения И когда есть альтернативные методы То есть когда монотерапия, да Вот монотерапия, они пытаются самостоятельно Вы хотите сказать, что они шарлатаны? Ну, в какой-то мере, я сейчас вам и докажу это Естественно Посмотрите, разве это не шарлатаны Когда у нас лечится гепатит Я хочу поговорить Гепатит излечим Я же не придумал это Это объявление сегодняшнего дня в столице Крыма Который находится университет Мрак тоже водопроводной водой предлагают лечить Второе Но неужели у нас разрушение родового проклятия Исцеление опухоли мозга ДЦП Извините, не я же оказываю услугу Это серьезно Тут люди, судьбы, жизни, дети, мамы Правильно сказал Николай Николаевич? Потому что социально люди не защищены Не явилась ясновидящая Елена Не явилась Мариам А, Мариам? Да Смотрите, грыжи она лечит Что такое грыжи? Какие вопросы вообще? Кто контролирует лечение? Лечение должно быть контролируемым и прогнозируемым услугам Не просто... Мы заканчивали курсы у Касьяна Поверьте, я прошел достаточно много обучений И просто пользуясь случаем... У вас большая база ясновидений Я чуть-чуть взял Джуну мы прошли Касьяна мы прошли Почему в Минздраве все сертификаты У меня корочка даже есть Биоэнерготерапевт Международной категории Просто мы должны были знать Какие услуги оказывает народная медицина Вот это съем идет в денег Вот Или это действительно заботятся люди О здоровье человека И вот она лечит Ну разве можно лечить? Я просто улыбаюсь Кожные болезни, да Ладно там С глаз порчу Родовое проклятие У вас же сейчас в моде нет Родового проклятия Вы сейчас Модно у вас снимать Крымшед проект прошел уже Это вот немножко попозже Вы снимаете черный камень-тоски Виктор, для вопросов у нас есть третий раунд Снимайте черный камень-тоски Мне бы хотелось послушать потом А как вы это делаете? Вы же не бесплатно это делаете Виктор, у меня к вам следующий вопрос Пожалуйста Помните, есть такой анекдот про крысу и белку Не помните? Ну в принципе оба грызуна Но промоушен у всех разных Вот у ваших оппонентов есть магия Бубны, какие-то шары У вас по сути что? Вы не думали возглавить Ну клятва Гиппократа, конечно Не думали возглавить направление шоу-медицины? Вспомните у Булгакова Теанс черной магии с ее последующим разоблачением Вот у Марии Волконской В прошлом году мы снимали У нас два сюжета прошло Когда мы показывали технологии обмана На котором люди идут и ведутся Вы смотрите, в столице их мало Они работают у нас Урорт летом мануальные терапевты Оккупируют все санатории Мы же это имеем Сезонный фактор Сезонный Но они же потом в шестой больнице почему-то у нас А как они там оказываются? А как? Шейный отдел он Понятия нет Шейный отдел позвоночника Мы смотрим Человека парализовало Потому что он провел эту тракцию неправильно И человек лежит Получали инвалидность Были суды Мы не говорим сегодня О той целительнице Которая по сегодняшний день У нас на 750 тысяч развела Бедных людей Бедных Она находится в СИЗО Мы об этом должны говорить сегодня Просто так что ли сидит? Спасибо Безусловно вознаграждение приветствуется Но я свои услуги бесплатно позиционирую Это не услуги Это оказание помощи тем людям Которые не могут найти решение Или выход из ситуации Которые действительно В духовных ситуациях Где уже врачи бессильны То есть вы занимаетесь благотворительностью? Я делаю благие дела, да Мать Тереза? Не, ну как хотите, называйте В чем заключается услуга у вас? Помогать людям, которые попали В трудную жизненную ситуацию И не могут на нее найти выход Для них Каким-то традиционным способом А образование какое у вас? У меня Академия печати Виктор, здесь вопросы задаю я Извините Извините, переборщил Как влияет вообще внешний вид Вашего пациента Людей, которые к вам обращаются И приходят Насколько вообще от этого Зависит То есть кто к вам обращается? Прежде всего Люди из разных слоев общества Чего хотят? Помощи Просят Как? Какой? Снять порчу? Приворожить? Нет, я такими не занимаюсь Конечно, это глупости, привороты Это все, как по мне Это вообще безрассудные поступки Которые уже никому не нужны, я считаю Тут надо Человек под души должен идти По своей воле Статистика показывает, что спрос на такие услуги есть Да, я поэтому позиционирую свои услуги бесплатно Потому что я тоже борюсь с теми Людьми, которые Там черные, магия Я считаю, что люди должны делать больше добрых дел Помогать друг другу Без какого-то корыстного Так вы словом помогаете или чем? Что-что? Словом помогаете? Я помогаю своей энергией Я могу лечить руками И действительно Есть люди, которые бы могли По воде не ходите? Что-что? По воде не ходите? Ну, хотелось бы, но пока еще не доросла На метле не летаете? Нет Зачем мне это? Нет Я люблю плавать Николай, ну, по статистике Россияне за последние 6 лет Стали в 3 раза больше Жаловаться на врачебные ошибки Врачи в белых халатах Отправляют на тот свет в год Тысячи наших сограждан Как вы думаете, через десяток лет Квалификация молодых врачей Не будет на уровне шаманов? Я думаю, что мы идем только вперед И то, что вот эта статистика растет Это говорит только о том Что эти случаи начали придавать огласки Эти случаи озвучиваются Мы еще не сказали с вами Сколько врачи спасли Вот надо, чтобы было более правильно Надо сравнивать эти две цифры То есть, сколько врачи спасли Сколько погибло людей Да, к сожалению Медицина развивается Она не стоит на месте Да, к сожалению, еще некоторые болезни неизлечимы Некоторые пациенты обращаются слишком поздно И порой после всевозможных шаманов, целителей и так далее Да, я лично Обращались? Я много лет проработал врачом И сам сталкивался с теми случаями Когда были действительно запущены Тяжелые заболевания, онкологические заболевания Пациент приходил, когда уже было слишком поздно То есть, в поздней стадии они обращаются к целителям? Да, да, да Вы знаете, утопающий хватается за соломинку И, конечно же, этого человека можно понять Несчастного, который ищет спасение везде Это тоже психологический эффект И, к сожалению, многие целители Я не говорю за наших гостей Я говорю в общем, да Многие целители, к сожалению, грешат тем Что, используя различные психологические трюки Они выманивают последнее у пациентов И это не самое страшное А самое страшное то, что заболевание доходит до той стадии Когда уже официальная медицина помочь не может Поэтому так и получается Скажу так, что вся работа шаманов-целителей Она построена на принципах конгенитивного искажения То есть, искаженного восприятия реальности нашим мозгом Основные это эффект плацебо Это эффект корреляции Вы упрекаете целителей в зарабатывании денег Но ведь врачи тоже берут взятки Да, бывают такие врачи Не скрою Мы таких врачей, между прочим, сейчас Уже в российском правовом поле Довольно много уже наказали И регулярно работаем в антикоррупционной поднаправленности Чтобы этого не было Но, к сожалению, бывает Даже среди хорошей ржи и пшеницы Иногда вырастает бурьян Поэтому его приходится вырывать периодически Поэтому это бывает, не скрою Но мы с этим боремся Что хочу сказать в отношении Мага-выцелителей, когда ранее это было у нас на Украине Почему так было распространено? Да, потому что в Украине медицина вся была платная И когда мы проходили свой украинский период в Крыму То действительно многие люди не могли себе позволить Препараты онкологической направленности Препараты при разных врожденных тяжелых заболеваниях И, конечно же, люди Сейчас мы всем обеспечены Мы полностью обеспечиваем пациентов Скажу более У нас колоссальные сейчас затраты на лекарственное обеспечение У нас только по региональной льготе Это порядка миллиарда 300 в год При нормативных 800 миллионах У нас федеральная льгота тоже 700 миллионов То есть у нас в общей сложности взять Это около 2,5 миллиарда А вы считаете, что к врачам на поздних стадиях попадают? Потому что на ранних стадиях просто очередь в поликлинику никто не выстоит? Конечно Бывает и такое Но здесь дело не в том, чтобы выстоять очередь в поликлинику Либо, скажем так, здесь Но как, если я не могу взять талон? У нас сейчас нет талонной системы Талонная система отменена Ну, это буквально Да, да, да Я же говорю, мы работаем И каждый год улучшаем сейчас состояние нашего здравоохранения Конечно, нам есть чем сравнить Что было и что есть И я надеюсь, что сейчас Мы поднялись на качественно новый уровень своего развития Я имею в виду, мы это республика Крым И в дальнейшем у нас будут обращаться именно к традиционным врачам Степень доверия у нас к традиционным врачам повысится И все Да, услуга прогнозируема И медицина, базирующаяся на доказательной медицине Это самое главное Любое лекарственное средство Любой метод обследования, либо лечения Он имеет доказательную базу Он прошел кризис испытания Спасибо, я уверена, вы знаете такую медицинскую пословицу У каждого хорошего врача есть свое кладбище Вот у вас это кладбище есть? Вы знаете, кладбище, да, оно есть у каждого врача Безусловно, у каждого врача умирали пациенты В моей практике, когда я работал врачом, тоже умирали пациенты Но здесь нельзя всегда говорить о врачебной ошибке Пациенты умирают у именно специалистов, кто занимается тяжелым трудом Анестезиолога, реаниматолога, хирурга Вот я по образованию хирург, да Работал в больнице скорой помощи Очень часто попадали действительно тяжелые пациенты Которые ДТП, травмы, ранения различные, огнестрельные и так далее И довольно часто пациенты погибали, потому что травмы были несовместимы с жизнью И либо заболевания тяжелые, опять же скажу, запущенные Это есть везде, и мы от этого не уйдем Мы не можем смертность свести к нулю, но мы к этому стремимся Спасибо У вас еще будет время Я хотел еще, если позволите За время отвечаю я Владимир, вы член Международной ассоциации народных целителей, верно? Вот, ну, странная ассоциация В наше время за сумму от 10 до, сейчас ответите До 10 до 30 тысяч рублей Можно стать или белым, или черным магом, шаманом, целителем Получить сертификат и просто его пришлют по почте Вот, а зачем вам эти регалии? Регалии? Ну, во-первых, я их получал еще в 90-м году, эти регалии Когда их было невозможно купить в подземном переходе Вот, ну, и скажем, мне его вручил диплом И я их с собой привез, если надо, я их могу показать в студии Мой преподаватель, профессор, доктор медицинских наук, артопед Академии наук Украины, профессор Шаргородский Он мой учитель Я сам родом с Полтавской области Родился в Кременчуге, но жив очень долго в Кабеляцком Какие печати на этих дипломах, простите? Какие печати на этих дипломах? Международная ассоциация народных целителей Международная ассоциация народных целителей Да Шаргородский, это был большой друг Касьяна И именно ему принадлежит слово мануальная терапия Он автор этого слова Все мануальные терапевты произошли от него Историю я могу рассказать, я очень ее хорошо знаю В свое время Касьян хотел Так вы в медицинские пошли в итоге? У меня есть медицинское образование У вас есть медицинское образование? У меня есть киевское медучилище Гавроса, второе Простите, я не расслышала Номер два Номер два это образование? Медучилище, медучилище А где вы оканчивали? В Киеве В Киеве? Да Так медучилище, подождите Медучилище, да То есть у медбрата? Да Вопрос не в этом И вы лечите людей? Я лечу, да Медбрат вы лечите людей? Вопрос не в этом Дело в том, что само костоправство То, что касается именно меня, да, я не буду отвечать Но вы также называете себя биоэнерготерапевтом Да, это уже потом, это уже попозже, после других учителей Их было много Я из рода казаков характерников Костоправство ведется, если наша официальная медицина, которую я люблю, уважаю, ценю их труд Это люди, которые тоже работают правосудочно А как это в лечении помогает, что вы из рода казаков? А? Я что хотел сказать, у меня лечит отец, он сильный травник, сильный пьявочник Вот, у меня лечит сын с 12 лет министров Понимаете, на ноги ставит Министров? Да А каких? Российских уже Российских уже? Да, в Ялке То есть, министры крымского правительства лечится у вашего сына? Был министр Чечни Вот Скажем, я специально сюда взял эту книжечку А Кадырова не было? Не было Кадырова не было, но здесь вот спортсмены присутствуют Я думаю, они оценят Это у вас книга предложений? Это у меня книга отзывов Вы можете прочитать, кто у меня лечится Или прайс-лист Нет, это не прайс-лист Вы знаете, таким неразборчивым прочерком Это книга отзывов, которые я веду от своих пациентов Пишут тот, кто желает У меня каждый год приезжает лечиться Главврач сборной России Сборной СССР по тяжелой атлетике Ездит профессор, доктор медицинских наук Понимаете? Ему, бедному несчастному, в Москве негде лечиться Он ездит ко мне в Севастополь Вот это шоу врач, а вы Понимаете? Или привозят, буквально месяц назад с Германии Привозят ребенка, 7 лет, мальчика Вот Которого там вводят 3 года со сколиозом Снимают немцы там большие деньги Там по 400 долларов и по 400 евро, я извиняюсь Погладили, похлопали, все Привезли ко мне Я его за полчаса перебрал Они меня спрашивают, завтра привозить Я говорю, больше не надо Вот прям перебрали? Да Как конструктор? Ну, я разбираю, слаживаю, что не нужно, выбрасываю собаку Вы говорили о том, что вы биоэнерготерапевт А давайте проведем эксперимент Вот у вашей коллегии, какая энергия из нее? Красная, зеленая, фиолетовая, не знаю Знахари, они же так же, как и врачи Кто-то гинеколог, кто-то стоматолог Эксперимента не будет? Значит, я занимаюсь биоэнерготерапией Но у меня есть свое направление Я там работаю с сущностями С биополем? С сущностями Я выявляю сущность в человеке И провожу обряд через православную церковь А сущность что такое? Давайте принесем сюда православную церковь И мы проведем тут обряд То есть вы очищаете биополе? Да Через православную церковь Через православную церковь То есть вы можете войти в сумрак? Соблюдая все церковные каноны Не занимаясь никакой магией У меня есть звание бакалавра магических искусств Я изучал магию белую и черную И древнюю и современную Только ради того А святой воды не боитесь? А? Святой воды не боитесь? Нет, не боюсь И крест ношу Только ради того, для того, чтобы знать Как было сделано Что было сделано Куда войти, как выйти Но и дня не работал по магии Спасибо, ваше время и стекло Марин, вы психиатр И нарколог Не секрет, что справки От нарколога и психиатра Можно купить И за небольшие деньги В результате мы получаем То, что мы получаем Это и массовый расстрел в Керчи И неадекватные психи на дорогах Вот вы чувствуете ответственность за то, что происходит вокруг? Да Потому что Даже тот же расстрел в Керчи И выдача заключений психиатра-нарколога На допуску к оружию Есть у нас люди, которые не могут его получить В силу ряда причин Но они могут прийти в другую структуру Не государственную И вот там встает вопрос Кто им выдает эти документы Потому что такие случаи у нас есть Четко задокументированы Вы можете назвать эту структуру? Нет Пока нет Боитесь? Нет Но не можете при этом? Не могу пока Среди ваших пациентов Много вообще магов и целителей? Их количество в празднике растет? Магов и целителей? Ну, маги и целители у нас появляются тогда Когда возникает необходимость в экстренной госпитализации В наше учреждение Но их поступает не так много Но с колдунами встречались? С колдунами был у нас такой товарищ Но он был в состоянии алкогольного дейлерия Чувствовал себя колдунал в тот момент? Там не только колдуном Он чувствовал себя очень как бы Товарищем Таким достаточно своеобразным При этом старался оказать воздействие Даже не столько на персонал Сколько раздвинуть стены То есть в вашей практике таких случаев Ну не так уж и много? Ну, скажем так В нашей практике психиатрия-наркология У нас бывает пограничное состояние Связанное с психиатрической патологией Которая возникает впервые Вот там это Как бы клиенты соседнего ведомства Как мы говорим И Соответственно, вот там Эта патология бывает чаще А от чего приходит Вот очищать биополе Чистить карму От невежества, как вы считаете? Ну, иногда да А иногда? А иногда просто не хотят Что люди толкают На ваш взгляд Что людям не хватает? Толкают их на это Что людей толкает? Возможность, вернее, возможность Каким-то образом получить что-то Что можно принять За, будем так говорить, за те действия, которые Но многие виды психотерапии Это то же самое, что делают знахари Не совсем Но так считают Так считают Но ведь методы психотерапии Это методы, которые основаны На определенных индивидуальных особенностях Конкретного человека И одному может подойти Говорят, грубо говоря, нейролингвистическое программирование А другому Ну да, одного может вылечить таблетку Ни в коем разе нельзя использовать этот метод То есть здесь сугубо индивидуально А как вы считаете, Фрейд это, по сути, тот же колдун или кто? Ну, Фрейд занимался психоанализом Психоанализ, психотерапия – это немножко разные вещи Попывает психоанализ Психоанализ – это диагностика Причем диагностика иногда очень болезненная Именно для конкретного человека Вот напротив вас люди, которые работают с энергетикой С психоанализом Что вы можете сказать о них сейчас? Ну, понимаете, для того, чтобы человека подвергнуть психоанализу Ну вы как профессионал То есть у вас же глаз, наверное, как скан Понимаете, я как доктор-нарколог могу оценивать Находятся ли они в состоянии интоксикации или нет И есть ли у них какие-то знаки, которые связаны с наркологией Не более того, потому что психоанализ – это... Но все хорошо или все-таки есть симптомы? Очень глубинная работа Каждого и терапевта И того человека, который на это соглашается Итак, время второго раунда Истекло слово Судим? Кому-нибудь поверили? Или эти выглядят бессмысленно? Вы знаете, я так и не смогла понять, чем занимается Савитрий И какого рода услуги она оказывает К сожалению, увы Владимир был более напорист У него появился стержень в его самой презентации Однако после слов о подготовке к церкви я просто не могу его поддержать Какая еще может быть подготовка перед церковью, кроме молитвы? Не могу себе представить Спасибо Если у нас уже окончательный фаворит, второй команде нечего ловить? Знаете, в начале второго раунда представители традиционной медицины Накидали тройку хороших ударов За то, что замминистра республики Крым еще и был врачом скорой помощи От меня отдельное уважение Я же правильно понял? Были явно активнее представители традиционной медицины Но вы знаете, никто не упал в этом раунде И встали их соперники на ноги Не растерялись И настолько хорошо ответили Прямо шаг за шагом, слово за словом Я чуть-чуть отдаю все-таки преимущество представителям традиционной медицины Они были убедительны, но было интересно В этот раз было интересно Спасибо Владимир, скажите, а вы согласны с судьями, что представители традиционной медицины были более убедительны, чем были? Ну, каждого свое мнение Человек свое мнение, он так считает Я не против, это его выбор Хорошо Савитрия, скажите, вот Владимир ответил, что он не боится святой воды А вы не боитесь Бога, ведь вы вмешиваетесь в судьбы Бог един, и Бог, значит, меня направляет помочь этим судьбам Спасибо Вы выглядели не очень убедительно На вас действует магия соперника? Нет А почему тогда так растерялись? Понимаете, не всегда можно объяснить без медицинских терминов особенности психоанализа и оказания определенных моментов неотложной помощи в нашей специальности Спасибо Врачеватели наступают, как будете в третьем раунде добивать? Мы будем людям доказывать, что медицина настоящая Ну, она самая правильная И она действительно помогает Она спасает людей Спасибо Возможное поражение испортит вашу карьеру? Нет, а почему испортит? В мануальной терапии профессии нет такой Что за чушь я слышу здесь? В Украине такой профессии не было, в России есть Вот, что изобрел Касьян Зачем получить диплом мануальную терапию в медсестре по образованию? Услуга, повторяю, связана со здоровьем человека Спасибо Спасибо Ну что ж, судьи сделали свой выбор по итогам второго раунда Общим решением судей Победа в раунде отдается команде традиционной медицины И таким образом промежуточный счет становится 2-0 Правила третьего раунда просты Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и к команде соперника в целом Ограничения по времени ответа нет Остановить схватку могу только я и судья Начинаете вы Поехали Ваш вопрос Каждому? Да Что дает вам основание? Кому вы задаете свой вопрос? Я, вот мужчине Вот, что является основанием для оказания вашей услуги? Дипломы, профессуру, если честно, я их знаю не меньше вас Вот, статус на сегодня, на основании чего вы работаете? Каких документов законодательных? У вас есть какие-то, где прием граждан, на дому ли и так далее? Потому что благодарственное письмо – это одно из критерий в оценке Диплом Меня интересует диплом, на основании которого вы работаете условию, где и как Ликбез проведите У меня есть диплом мануального терапевта, есть диплом массажиста международного класса Вот, есть, я уже повторяюсь, есть диплом бакалавра магических искусств, но я не работаю по магии, никогда не работал Вот, и когда ко мне приходят тоже такие пациенты, которые, приходит человек, да, случайно там попадает ко мне Обычно ко мне идут от руки, из рук в руки Массажист международного класса? Да А заслуженного массажиста нет, не бывает? Нет, нет, у меня было приглашение работать в Швейцарии, я работал два года в Польше в 92-м году, вот, было приглашение в Америку А с чудесами не сложилось? Я про магию, с чудесами не сложилось? Я не работал и дня по магии, в медицине есть категории класса, в медицине нет категории, класс у летчиков, у спортсменов, мастер спорта международного класса, у нас категории Понимаете, я, первое, высшее В вашей сфере, может быть, там оно там делится как-то там, я не знаю У меня лично, да, меня вот народ назвал, лечилась у меня очень одна такая солидная женщина, которая приехала ко мне, да, там, я ее поставил на ноги Вы говорите, в вашей сфере я перебью, а перебирать кости, это не медицинская сфера? Вот вы говорите, в вашей сфере обращаются Медицинская, да Ортопед и травматолог должны этим заниматься, и невролог Да, но, как обычно, они приносят МРТ, я спрашиваю, и что дальше? Вот мне врач прописал сделать МРТ, сделали, дальше что? Вот на стритом грыжу, что дальше? Я общаюсь с нейрохирургом, говорю, что ты будешь делать? Он говорит, ну, буду резать, вырежу, удалю и все А я одним, два пальчика положу, поставлю на место, он приживется, и все Да вы что, понимаете? И без всяких операций Позвонок приживется или кто? Рыжу, диск, межпозвоночный На снимках иногда, и это большая ошибка традиционной медицины, да Вот я вот сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать Не везде, там где описывают снимки, да, делают правильный диагноз Они смещение диска видят как грыжу Как грыжу Грыжа, это когда выходит пульпозное ядро уже Это грыжа является, да? Там уже, да, там уже тяжело работать От хирурга, да? Правильно? Вот Там вы ничего не сделаете уже, если пульпозное ядро вышло Вы готовы положить свой диплом после такого? Да, конечно Готовы положить свой диплом и выйти из студии после вот таких заявлений? Да просто, мы просто эту передачу посмотрим на кафедру ротопедии Как это грыжий человек мануально вправляет В чем контроль? Для лечения должно быть контролируемо Где контроль? В правил он встал и пошел? Вы о чем говорите вообще? Это делается под ремьер контролем Понимаете, вот вы занимаетесь контролями, бумагами Да мы же прошли этих людей в суде А мы занимаемся лечением людей Вы считаете, что... Понимаете, и мы лечим не только руками и своими мозгами, а своей душой мы лечим Я 35 лет отдал практическому здравоохранению профессию онкология Наверное, немножко понимали Это я сейчас представляю КПУ Клиническое здравоохранение Я являюсь официально экспертом был по надродной нетрадиционной медицине Я вам вот эти все корочки, начиная с Касьяна, все покажу Я Касьяна лично знаю Это суть же не в этом Я стал с ним на охоту Мы знали, он ушел из жизни Я ему лично ставил памятник, будучи начальником отдела культуры Кабарлядской администрации Хоть банки и пьявки вы ставили Вопрос, это не важно Вопрос на сегодня Где вы ведете прием И на основании чего вы оказываете услугу? Закон вам дал право оказывать услугу? Так вот, я вам хочу ответить Когда ко мне приходят вот такие специалисты Вот, такие посетители, да? Которые говорят, покажи мне бумаги, там, покажи мне все Так на основании чего вы работаете? На основании души и порыва? На основании чего у меня может работать 12-летний сын? Понимаете? Да то второй вопрос Нет, как это второй? Мы о вас ведем время Так, как это второй вопрос? На основании чего? У меня это хобби Владимир, вы скрываете? Хобби? Здоровье человека? Да Не прогнозируем За 28 лет ни одной ошибки, ни одной жалобы Ну это ваше Хотя бы куда-то вам, там, в Министерство здравоохранения или еще куда-то Была, поступала жалоба? Крымский костоправ сделал кого-то там что-то и как-то Не так Некому жаловаться, видимо, после этого Некому жаловаться Потому что все ушли из жизни Но зато Я стесняюсь назвать фамилию, да? Скромнее Главного нейрохирурга Как-то никому жаловаться, вы говорите, все умерли, что ли? Нейрохирург, риск, фамилия Нет, не у вас Не в Симферополе Вот Которые тех пациентов, которые уже Они не знают, что с ними делать Они ко мне отправляют Я спрашиваю, кто прислал? Знаете, это сказочный мир Вы не владеете ситуацией Вот у вас такое состояние На ваш вопрос не ответили Бог, конечно, нет Конечно, нет Ушли полностью На основании чего я это Так лечу Дед домой подходит Собачку загнал в будочку Заходи, Миша Вправил позвоночник Стукнул Говорит, иди Перебрал Заплати Можно я вас Вам вопрос Просто вопрос на вопрос задам Потом, подождите Хорошо Здоровье человека Я хочу понять От нас, медиков, зависит на 10% 20% экология 20% генетика И 50% образ жизни Вот где мы должны крутиться Спасибо А мы 10% Вопрос от вашей команде Вопрос Я хочу сказать Назовите, пожалуйста Вот у меня Кому вопрос задаете? Врачам Врачам конкретно Или всем трем Все равно Кто из них ответит, да? Кто у нас На территории От Котоправа или от БНР Бывшего Советского Союза Назовите фамилию мне врача Который лечит болезнь Бехтерева Давай об этом даже Не говорите шепотом Почему? А вы это лечите А я это лечу Значит Я вам могу показать Вот такие, как вы лечите Смотрите А я вам могу привезти человека Сюда, в ступень Да одного человека Был ли у него эта болезнь С историей вот такой болезни Болезни Бехтерева Который сейчас полностью здоров Полностью Сами ставим диагноз Бехтерева У меня с Америки приезжают люди Лечат Бехтерева Чудо? Смотрите Вот здесь такие же, как и вы Предложение У нас есть пациенты С установленными диагнозами Болезни Бехтерева Любой Дайте мне Я человека поставлю на ноги Бесплатно Хорошо Мы используем Принципы доказательной медицины Мы даем вам пациента Который подписывает согласие На ваше лечение С установленным диагнозом И вы в течение определенного периода Я за Смотрите 10 сеансов У меня человек станет и будет ходить И будет гибаться и разгибаться Вы говорите Вылечите болезнь Вылечите Город Нет, я знаю, что такое болезнь Бехтерева Сколько стоит излечиться? От чего? От этой болезни За 10 сеансов Вы же не бесплатно это делаете? У массажистов есть свои цены на территории Крыма Там тысяча, полторы тысячи рублей Вы массажем лечите Бехтерева? Я лечу своими руками и массажем баночным Вы понимаете, в чем вопрос? Вот 10 дней, чтобы человека убедить Еще раз говорю Если у меня есть личное желание Это хорошо Человек уверенно чувствует Пригласить к нам Поэтому мы вот Майкла Джексона вы бы смогли спасти? Привожу малыш Майкла Джексона смогли бы спасти? От чего? От болезни Какой? Бехтерева Бехтерева, да Замечательно Смотрите, сеансы исцеления Все лицензии Все международного класса Так что они читают? Она на клеточном уровне видит Понимает жизнь вирусов Бехтерева лечит Туберкулез лечит Я же это придумал Люди идут Почему сюда идут? Туберкулез 92% пишет На чем вообще говорим? Лейкоз, рак крови Я не читаю такие вещи На заборе тоже много Так и вы много Я к чему? Вы можете вылечить практически все Если я так понимаю Нет, практически все никто не вылечит Никакой врач И никакой знахарь Если знахарь говорит вам А сколько таких как вы нужно Чтобы заменить всю медицину Крыма? Не верьте ему Понимаете? Да, это первый признак шарлатанства Сколько таких как вы необходимо Чтобы заменить всю систему? Какую? Медицинскую Мы не претендуем на ихний хлеб Понимаете? Вопрос в деньгах Но вы же говорите Что ваши пациенты Это те, кого не вылечили Дорогая моя Я вам скажу так Я работал генеральным директором При слагзаводе В Билыцке Есть такой Лещиновка Там было закрыто Акционерное общество Это влияет на суть вопроса? У меня было денег Во! Понимаете? Но я за копейки Касьян там принимал За 5 рублей советских А я за 3 рубля Принимал пациентов Но сейчас вы же не занимаетесь Благотворительностью Имея кучу денег И всего У меня было свое большое предприятие Но я принимал людей Потому что если я работать не буду Мне самому плохо тогда Вы можете ответить Сколько стоит вылечить болезнь Бехтерева? Прямой вопрос Сеанс полторы тысячи рублей Десять сеансов Десять сеансов Нелегкая арифметика То есть цена вопроса Ну вы официально даете свое согласие Что мы Я официально заявляю Да, что я Ну Надо же смотреть, конечно Пациента Понимаете? Из той Нет Из той роли Знаете? А какой красивый у меня дома Белый рояль стоит Вы знаете какой красивый? Не знаете Вот так же я не знаю В каком состоянии этот человек Вы верите, что это чудо? Мне человека поступнее Руками поступать надо Если ему удастся вылечить Установленную болезнь Бехтерева Я повторяюсь Именно вылечить А не просто улучшить состояние пациента Его номинируют на Нобелевскую премию Нобелевскую 200% Как минимум У меня в моей практике Ни один пациент Ни один Понимаете? Они редкие пациенты Но не один Который идеально себя чувствует В прекрасной форме Сейчас Есть в Севастополе Могу привезти Можете посмотреть На сайте Крымский Костоправ Там Инна Полонская Ведет передачу И она брала у него интервью Почему вы еще не в Стокгольме? Почему? Да А вот когда Будут замучивать нас Вот этими всеми бумагами Поедем в Стокгольм Вы нужнее здесь Перебирать А что? Не знаю Чувак захотел Появилось желание Я оказываю услову И лечу людей Беру за это деньги И чихать меня на законодательство Российской Федерации Я вам еще раз объясняю Если я захочу зарабатывать деньги Вы предприниматель? Предприниматель? Если я захочу зарабатывать деньги Я буду обратно Директором сахарного завода Понимаете? У меня было свое предприятие Огромное Производственное Я 18 лет Проруководил предприятиями Производственное Вы сахарный монополист Порошенко А Порошенко не лечили, кстати? Нет Не было вашей практики Вы нормальный человек Я бы его полечил Ну вот там бы мы рекомендовали Это однозначно От какой болезни? Ну почему же Законодательство Российской Федерации Вы в рамках законодательства Российской Федерации Работаете? Время истекло Вопрос от вашей команды Ну, можно Сразу, я думаю, обоим задать Ну первое Вы Я так понимаю Вы имеете медицинское образование Медбрат Да? И вы называете себя массажистом В том числе То есть вы используете Традиционные методы лечения В своей практике Большей частью Я бы так сказал Да? Что, скажем так Ну... Я могу ответить Да, конечно Это весь вопрос? Нет, нет Это часть Я сейчас вам отвечу Мой рот Мы обладаем Какой-то силой Которую я вам не могу Сейчас объяснить Да? Я, будучи делаю Массаж Лечу Одну болезнь Но у человека Проходит совершенно Что-то другое Потому что Мое поле Понимаете? Или у моего Отца Или у моего сына Воздействует на организм Таким образом Да? Лечу Там позвоночник Застуженные мышцы Все такое Прочее Бабушка мне говорит Так у меня прошла Это самое Сориаз прошла Вы знаете Хотя я туда Вообще не касался Илья Муромец Не ваш предок А? Илья Муромец Не ваш предок Нет Это безусловно Замечательно Но понимаете Мы тем и отличаемся Что мы доказательная медицина Все доказываем В условиях жесткого эксперимента А нетрадиционная медицина Это как правило Одна бабка сказала Вот Ну там вот Там мои родственники Тетя, дядя и так далее Кого-то где-то лечили Кому-то где-то помогло Ну Это не доказательная база Это первое Второе Что хотелось бы сказать Ну Это продолжение вопроса Да Продолжение вопроса Есть Опять же так Если вы вылечите Болезнь Бехтерева Это как минимум Нобелевская премия Повторюсь Именно вылечите Да Есть фонд Гарри Гудини В Америке Есть фонд Джеймса Рэнди Это Почему вы это не сделали До сих пор Загадка У меня не было Таких компонентов Которые меня Толкнули Да Есть фонд Я еще раз повторюсь Да Есть фонд Гарри Гудини Есть фонд Джеймса Рэнди В Америке Я думаю Что и у нас в России Такой фонд где-то есть Это иллюзионисты Которые сами основали фонд И сказали Кто докажет Свои параноморальные способности В условиях жесткого эксперимента Это именно Двойное слепое исследование Плазебо контролируемое Да Если это касается лечения Вот кто докажет Именно в условиях Жесткого эксперимента Тот сразу получает премию Готовы завтра прийти в Минздрав И начать эксперимент Конечно Все мы возьмем реквизит И свяжемся Это будет очень интересно А в одном из этих Ждете завтра? Если только Мы свяжемся В территории Севастополя В 10 утра? Нет, мы свяжемся После эфира Обменяемся телефонами Просто съемочная группа Приедет в 10 утра И просто снимет это Пожалуйста Ради балла То есть я просто предлагаю Если вы действительно Обладаете Мы можем снять первый сеанс И последний Результат Нет, мы можем И весь процесс снять Просто говорю Если вы действительно Обладаете способностями Это можно доказать В условиях жесткого эксперимента Если это будет доказано В условиях жесткого эксперимента Я говорю По болезни Бехтерева Это как минимум Нобелевская премия Ну и по другим Параномальным способностям Мы можем обратиться В фонды Известные всемирные фонды Основанные в Америке В той же Вы можете заработать деньги Реально Я работаю не заради денег Нет, ну Вы проявите Я вам сейчас объясню Понимаете Ко мне привозят С Белоруссии Кинорежиссера Вячеслава Секора На носилках Трое суток Везут в поезде Качают Он орет У него там две грыжи На операцию готовили Звонит мне Володя, сделаешь? Постараюсь Везут Привозят Заносят Полчаса поработал Человек встал и пошел Человек встал и ушел Понимаете И это Никакими деньгами Не измерить Понимаете Не перебивайте никогда Здесь дело не в деньгах Я вам предлагаю Номинироваться на премию Любую премию Будь то Это опять-таки деньги Это не только деньги Это слава Николай, задайте вопрос Савитре, чтобы она все-таки Сказала что-то Она не может перебивать Своего коллега Да, вот по образованию Мы с коллегами Как бы заинтересовались Да, то есть Вы Скажем так Ну Ваш коллега Чем занимается Мы поняли А вы Что можете Чем помогаете людям Что делаете Образование Ну и потом Соответственно Образование Расскажите себе Я поняла То есть Основное В чем же моя помощь людям Да, заключается Как вы к этому пришли? Я так понимаю Да, да Ну к этому я пришла Конечно Очень тяжелым путем Все-таки Какой вуз окончили? Вуз Я окончила Академию печати То есть Я программист Вообще По своей специальности Но это Было Просто мне интересно Но Это не то Что идет от души Я понимаю Что я От души идет Дар ясновидения Да, я могу людям Помогать Люди становятся Находят ответы На свои какие-то вопросы Которые действительно Не могут нигде уже найти Не в себе Люди, которые Уже не видят выхода Кроме как самоубийства Я помогаю таким людям Вы позвольте я зачитаю Ясновидящие советы Помогают в решении Любых жизненных проблем Ситуаций Снимает любого рода Негативное магическое воздействие Обладает видением Прошлого Настоящего будущего Связывается при необходимости С миром мертвых Ответит на любые вопросы Это так? Ну в принципе да Там написали Да, верно А с миром мертвых Что? Был такой опыт Да, обращаются Да, обращаются Действительно Люди иногда хотят Знать почему Происходят какие-то беды С их родными людьми И да Я чувствую То, что у человека Кто-то умер Я могу сказать точно Кто умер Ленина не видели? Что? Ленина Зачем он мне? Видела, да Я в мавзолее была Проходила там мимо Грубо говоря Если вы в таком смысле Ну вызвать дух Одного из Зачем? Я не понимаю Зачем тревожить мертвых Просто ради интереса Так вы же их тревожите По просьбе людей Которые к вам приходят Люди приходят Они просят О своих родных Они просят это Это одно И я не всегда соглашаюсь На такое Это тоже А что нужно Чтобы вы согласились Войти в ситуацию человека Понять его Я понимаю Что только так Я могу помочь Тогда да Либо приходит Действительно человек С неупокоенной душой С самоубийцей А как правило Самоубийцы Это неупокоенные души И он просто приходит С этой душой Я вижу Я чувствую Как вы там слышите Как угодно Это воспринимаете Но я это чувствую А технически Это как Облик перед вами Это не технически Это где-то внутреннее Какое-то ощущение Да Это какой-то облик Ведение То есть Какие-то картинки Он с вами говорит Правильно? Ну говорить Они не говорят Ну посредством чего? То есть вы как проводник Выступаете Они не говорят Это энергия Это ощущение Это не разговор Как вы передаете состояние Того, кто к вам обратился Это состояние Это могу увидеть картинку Что там произошло ДТП Человек погиб в этом ДТП Это я могу увидеть Я могу увидеть Почему так произошло Я смотрю Как на вас смотрит Марина Что скажет? Ну Мы работаем Скажем так Учитывая, что у меня был Определенный опыт работы С товарищами психохрониками Такой достаточно приличный Я вот бы хотела Садить и задать такой вопрос Вот скажите К вам приходит Женщина Она такая Достаточно в возрасте И просит вашей помощи Ну будем так говорить В общении с ее нерожденным сыном И вот в процессе Ну это бред Да Это вопрос уже бред Понимаете? Ну вот И вот вы в процессе беседы понимаете Я ей объясню Что с ней уже Она вот хочет помощи Обмена Потому что мы все энергетические Как бы существуем А вы чувствуете Нашу энергетику? Да И очень много ее здесь Вам не уютно? Ну да Мне честно не очень так уютно Еще как бы в продолжение Конечно Вы понимаете Что барышня Ну мягко говоря Не в себе Не в себе И если она от вас уйдет Ну скажем Не в том состоянии Которое вот вы его можете дать Могут быть самые разные последствия Для вас конкретно Я поняла Если вы имеете ввиду Что я вижу Что человек психически неуравновешенный Он может нанести вред Каким-то другим людям Я так скажу Я рекомендовала иногда Я не отрицаю Понимаете Врачей Потому что есть врачи-знахари Тоже Которые пошли и работают Работают в этих структурах У меня я говорю У меня в роду врачи У меня хирурги-знахари У меня Которые работали Которые помогали Хирургическим путем С медицинским образованием С медицинским образованием С высшим медицинским образованием И Я не отрицаю Я иногда советую Даже обратиться К тому или иному врачу Чтобы Ваши родственники знают Чем вы сейчас занимаетесь? Конечно Конечно знают Разрешают А что мне запретить? Какой смысл? Лечить людей с таким образованием Здоровье людей Ваших руках Да Но я где могу помочь? Судьбы Я могу помочь И я все-таки Если насчет целительства Вылечить Какие-то болезни Вы не перебираете? Какие-то нет Как раз таки Я понимаю Где я могу Где я не могу Где есть смысл В моей помощи Где есть смысл Где-то уже в другое В чьей-то помощи Потому что Я все-таки Если как ясновидящая Я себя больше позиционирую С такой точки зрения То И люди бывают На грани Уже Я почему говорю Самоубийство А вы не боитесь Вызвать дух Инспектора уголовного розыска? Что-что? Не боитесь вызвать дух Инспектора уголовного розыска? Так однажды А чего его бояться? Кого инспектора уголовного розыска? Знаете, у нас А чего мне их бояться? Не боитесь? Ну вдруг они смотрят нашу программу У них возникли какие-то вопросы Пусть, хорошо Вы на них ответите? Да, конечно Если не увидящие Не вызывают дух Обычно не вызывают Таких вопросов Это занимаются Ну вам бы дни Занимаются Людики Которые Ну скажем так Знахари Которые занимаются Конкретно Даже не себя колдунами Белой магией Магией Вот они занимаются Вызовом духов Работают с ними И все такое Это уже второй угол Биоэнерготерапевты Они не занимаются Такими колдовствами Спасибо Итак, вопрос Вашей команды Вы еще его не задавали Почему вы стали врачами? Вот вы почему выбрали Это образование? Почему вы Себя называете врачами? Я не называю Я начну с себя Я первое образование Было фельдшер Вот это было 67-70-е годы Потом мединститут Крымский С отличием Потом аспирантуру В Москве Генетика Биохимическая оценка Рака в семье В Москве В онкоцентре учился Доцент Капидры Стал заслуженным Врачом Республики Крым Имею премию Республики Крым Имею две международные Премии За здравоохранение Просто моя задача Максимально Во-первых Любить Я люблю свою профессию Что любая услуга Я сказал Должна быть доказательна Контролируема И прогнозируема Почему вы не обижаете Что мы вот так Вы пришли смело Пришли Могли бы не прийти Делали свое дело Даня не пришла Мышь-то тоже победила Она исчезла Я попаялась Возможно стоит Обратить внимание Есть вопросы Поэтому У меня дети Сыновья Тоже не пошли в медицину А почему вы Не остановились на фельдшере И не решили вызывать дух Нет Я всегда хотел Во-первых Это меня жизнь заставила Я просто много интересовался Когда онкологию учился Думаю Какие-то методы есть Вообще в этом То есть сверхъестественное Вас тоже интересовало Нет И то же самое Меня много интересовало Какие есть Альтернативные методы Которые можно С минимальными потерями Потому что я был На стороне людей Которые бедные И нищие Вот Те Которые денег нет Как им помочь Где все платно В той же Украине Как помочь Вы им верите Вот вы им верите Нет Нет Не верите Нет Ну допускаю Николай расскажите Как вы пришли в медицину Призвание Образ жизни Ну видимо призвание Я В медицине Из всего своего рода Один Династия Нет Нет Да Поэтому я считаю Это призвание Это Видимо Так Распорядились высшие силы Которые представляют Наши гости Возможно Да Поэтому Это моя жизнь Я к этому шел Очень долго Очень давно И надеюсь Смогу принести еще Много пользы Крыму Крымчанам Неся здоровье Неся Исцеление Это самое главное Когда люди верят Врачам Врачам Верят Чиновникам А я представляю И ту И ту Часть Общества Поэтому Я надеюсь Что мы вернем Веру Наших людей Во врачей В чиновников А вы им верите? Почему? Медицина Я медицину Лично Я не сказал Что я ее Отрицаю Я ее признаю Люблю И уважаю Я уже повторяюсь Это люди Которые работают На скорой помощи Ночами Днями У меня первая жена Была медик Окулист Я их уважаю Ценю их труд Но Есть одни вопросы Понимаете Еще Ну скажем так Со времен Раннего советского союза Спасибо Вы верите в медицину Николай Скажите А на что вас подвигнет Наша сегодняшняя программа Может будут какие-то письма Какие-то официальные структуры Изменения Да нет В принципе Если Скажем так Коллеги наши Не делают никому зла Если Кому-то они помогают Они действительно могут помочь людям С психологическими проблемами Да С какими-то скажем Нетяжелыми заболеваниями Если они не делают зла То мы даже От эксперимента вы уже отказались? Нет От эксперимента мы не отказались У нас даже есть Вот подготовлен приказ Минздрава Республики Крым Мы выдаем разрешение На деятельность По нетрадиционной медицине Поэтому Могим пятый и шестый Вот это главное Без проблем У нас есть комиссия Которая Дает это разрешение Атестует непосредственно Есть порядок Выдачи разрешения Комиссия по разоблачению Черной магии Нет комиссия Если действительно Их действия не приносят вреда А может быть даже Кому-то приносят пользу А кто решит Приносят или нет? Комиссия Минздрава Республики Крым Не пять минут вообще А кто комиссия? Есть порядок В комиссии Заместитель министра Специалисты наши Нет не я Другой заместитель министра Специалисты Клиницисты Да клиницисты То есть главные Штатные специалисты Минздрава Которые оценивают Деятельность Непосредственно Любого целителя Ну хотелось бы еще Знаете что сказать Да нетрадиционная медицина Это хорошо Но это Знаете Подобно тому Как люди Средняя продолжительность жизни У которых 70 лет Лечится по рецептам Людей У которых средняя продолжительность жизни Была 30 лет Ну не должны мы Опускаться в средневековье Мы должны все таки Идти вперед Развиваться Я думаю что будущее Именно за Нашей традиционной медициной Потому что понятие Традиционная и нетрадиционная Знаете это вот Не совсем верно Медицина должна быть одна Она должна быть традиционная Все что нетрадиционно Оно не должно Называться медициной Потому что это не медицина. Марина, как вы пришли в такую сложную специальность? Такую сложную специальность, ну, начинала я тоже с... Случай или судьба? Ну, может быть, даже случай. Но начинала я тоже, как Виктор Владимирович, с медицинского училища и с работы медицинской сентрой, опять-таки, в разделе онкология. И поработав определенное время, я поняла, что я могу, может быть, немножко больше. Поэтому следом мединститут, потом много всего интересного, веселого, потом педиатрия, психиатрия, и после этого уже психиатрия и наркология. И самые сложные пациенты и сложные случаи? Самые сложные пациенты и сложные случаи? Нет, я говорю о вашей практике. Я расскажу интересно, в интересном пациенте. Но коротко. Коротко, да, абсолютно коротко. Год, так, 2007-2008, обычное ночное дежурство, где ты один доктор на 86 коек, плюс у тебя еще, как бы, такой привесок, как медицинское содействие на состояние опьянения, привозят достаточно молодого парня. В районе 30 лет первичный алкогольный, точнее, металкогольный психоз. Начинаем лечить, не отлушка. Причем мальчика привезли из дома. Начинаем, как бы, лечить, капать и так далее. Уснул он достаточно быстро. Для лиц, которые находятся в психозе, это первое, ну, скажем так, первое, то, что необходимо. Утром, в 7 часов утра, он открывает глаза, говорит, так, я где? Так, ага, смотрит, ага, больница. И обращается к соседу. Говорит, как фамилия? А там лежал товарищ по фамилии Ющенко. И, ну, не этот самый, просто однофамилец. При этом сосед его уже такой более-менее сидит, кушает, пьет чью. Парень подпрыгнул, и что с ним произошло? Нет, он не подпрыгнул. Он говорит, а куда я попал? Так вот, мальчик после этого четко, достоверно известный. Не пил 4 года. Вообще. Кстати, а вы лечите белую горячку? Я нет. А можно мне задать такой вопрос аналогичный? Какой был самый сложный пациент? Самый сложный пациент? Вы хотите ответить на этот вопрос? Ну, я вижу, что хотите. Да, мне очень хочется ответить на вопрос, какой у меня был самый сложный пациент. Это просто интересно. То есть, бехтерево – это не предел. Отвечайте. Спасибо. Самый сложный пациент у меня был в Польше, в городе Эльбланге. Привезли девочку с Катовицы, две недели от рода, с переломом руки. Дело в том, что на территории Польши, Акушевик, когда работали, девочка шла рукой, сломали руку. Но у них очень серьезно за это там Акушеры сели в тюрьму. Вы оказали помощь младенцу. Да. То есть вы спасли? Они в отказ шли, что это… Вы нелегально лечили в Польше? Вы подтверждаете это? Конечно. Вот. Нет, ну как, я на территории Польши жил легально. Я 9 уже в 3 лет. Вот. И мне привезли эту девочку. Я развернул, посмотрел. Она начала плакать. Я 6 часов себя готовил. Я ее 60 раз разматывал и заматывал. Что было с ребенком все эти 6 часов? Разматывал и заматывал. Она так плакала. 6 часов младенца девочку двух месяцев? Да. У нее была сплость неправильно сросшаяся. Надо было сломать и направить, сложить вместе. Вы сказали двух недель. 6 часов. 2 недели. А как это? Перед вами младенец? Младенец, да. Я 6 часов сам себя настраивал, чтобы сломать девочку. Вы себя сами слышите? Вы 6 часов разматывали и заматывали младенца? Да, это так было. Ее привезли в час ночи и уехали в 7 или 8 утра. Работал 4 секунды. А 6 часов себя настраивал. Так, ну ладно. Вы не боитесь, что ради вас Польша откроет здесь консульство и потребует вашей выдачи? Вы не боитесь ничего? Нет, не боитесь. Спасибо. Наше время и стекло. Третий. Решающий раунд завершен. Мы ждем окончательного решения судей. Господа, у вас буквально 10 секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СВОЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР Общим решением арбитров в этом поединке одержала команда медиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команды, поприветствуйте друг друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было ток-шоу «Жестко». Мы надеемся, что каждая сторона извлечет уроки из сегодняшней словесной битвы. И мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире Первого Крымского. И все будет жестко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир, скажите, вы согласились на смелый эксперимент? А если вы его все-таки провалите, откажетесь от нынешней практики? Ну, я сомневаюсь, что я провалю его. Вот. Потому что уже за 28 лет большой опыт, скажем так, да? Вот. Но от своих слов не отказываюсь. Если есть такой человек, который потребует моей помощи, я за свои слова отвечаю. Вы себе не сомневаетесь? Хорошо. Посмотрим результаты эксперимента. Почему вы проиграли не обидно? Почему не смогли отстоять свою позицию и позицию нетрадиционной медицины? Да потому что это не битва. И здесь нет проигрыша. Здесь есть такая и такая позиция. И я придерживаюсь и такой, и такой позиции. Потому что я уважаю и врачей, и уважаю целителей. Но только те, которые делают все-таки от души и не вредят людям. Вы готовы сотрудничать с врачами напрямую? Я и сотрудничаю с врачами напрямую. Спасибо. Скажите, если хоть одного человека сегодня вы убедили из наших телезрителей, это ваша победа? Да, конечно, победа. Я думаю, ни одного. Спасибо. Скажите, если ваш соперник излечит от болезни Бехтерева, уступите ему свое место в министерстве? Да, запросто. Сегодня ваши соперники в меньшинстве. Вы думаете, ваша победа сегодня справедлива? Да. Потому что не придя сюда, человек уже высказал свою позицию. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»